МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новенькое здание школы приняли в эксплуатацию. Школа рассчитана на 100 учащихся. Здание оборудовано просторными, актовым и спортивным залами. Современной столовой кабинеты оснащены всем необходимым. Из окон открывается прекрасный вид. Словом, в селе созданы все условия для плодотворной учебы. Красная ленточка – символ новой вехи в жизни. Начало пути к успеху. Перерезают ее в нескольких местах, чтобы приумножить удачу глава региона Александр Цибульский и отличник телевисочной школы Игнат Нургалеев. Строительство социально значимого объекта в селе Тельвиска началось в августе 2014 года. Школа возводилась за счет средств бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. Общая стоимость строительства составила 278 миллионов 200 тысяч рублей. С самого начала строительства данного объекта у отдела надзорной деятельности профилактической работы к застройщику не было вопросов. Сколько раз мы участвовали в выездных совещаниях по данной школе, нас все устраивало. И когда директор школы нам принес заявление о выдаче заключения для лицензирования, мы его выдали с удовольствием. Школа рассчитана на 100 учеников. Двухэтажное здание общей площадью 3000 квадратных метров. Сейчас здесь обучается 61 человек с 1 по 9 классы. Директор школы Татьяна Паюсова говорит, в следующем учебном году откроется 10 класс. Необходимость в нем напрямую связана с демографической обстановкой в селе. Проблем с кадрами в школе нет. Она на 100% укомплектована учителями, в том числе предметниками. А теперь нет проблем с размещением учащихся. Мне в школе очень нравятся два кабинета. Кабинет технологии – это кулинария и кабинет по обработке тканей. Ну и, конечно же, у нас еще есть два замечательных кабинета. Это кабинет музыки и кабинет изо. В старой школе у нас кабинета изо не было, а здесь у нас очень большие просторные кабинеты. А это кабинет химии. Тот самый, где подрядчик по недоразумению постелил черный люнолеум. Теперь здесь полный порядок. Светлый пол, столы оборудованы на зависть городским школам. И даже специальный шкаф для проведения опытов во время уроков. Кабинет для занятий изобразительным искусством теперь в школе есть и такой. Поражает гостей панорамой, которая открывается из огромного во всю стену окна. Пока высокие гости осматривают новенький объект, приглашенные на праздник, школьники неофициально знакомятся со своими новыми классами. Альберт Михайлович Шевелев, именно так представился нам бойкий второклассник, вместе со своей подругой Викой Чупровой уже выбрал парту, за которой будет сидеть в новом классе. Наш класс. Светленький такой. Мне больше всего нравится этот уголок. Почему? Не знаю, там светлее. А еще телевысочных девчонок и мальчишек в новой школе поразила столовая. Раньше питание для школьников было организовано в пришкольном интернате, теперь в уютной столовой. Обеденный зал для учащихся на 34 посадочных места и залом для учителей на 8 посадочных мест. На самой кухне есть все необходимое для приготовления вкусных завтраков и сытных обедов. У нас просто была одна духовка функционировала, и вторая небольшая. Сейчас у нас их 1, 2, 3, 4, 5. Это вообще можно напечь, мне кажется, очень большое количество булочек. Новая школа в селе Тельвеска построена в рамках проводимой в Ненецком автономном округе работы, нацеленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Я бы очень хотел, чтобы ученики, которые войдут в это новое здание, они действительно вышли отсюда совершенно другими современными людьми, которые получили самые лучшие знания, и я вас всех призываю максимально им в этом помочь. Уже завтра здесь, в этой школе, прозвенит первый школьный звонок для учеников. Школа распахнет свои двери. Начнутся уроки. Обычная школьная жизнь. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе дан старт теннисному турниру на призы компании «Лукойл Коми». Соревнования пройдут на новом корте Дворца спорта «Норд». Спортивный объект был построен в рамках соглашения о сотрудничестве администрации округа и компании «Лукойл». Недропользователь выделил на строительство свыше 27 миллионов рублей. Сооружение возведено в короткие сроки и представляет собой каркасно-тентовую конструкцию, внутри которой размещены два поля для игры с профессиональным спортивным хардовым покрытием. На новом объекте побывала наша съемочная группа. Это разминка перед предстоящими соревнованиями. Совсем скоро для профессионалов и любителей большого тенниса начнут соответственные испытания. В столице региона официально открыли теннисный турнир на призы компании «Лукойл Коми». Позвольте мне от лица президента компании «Лукойл» Вагитусовича Олег Первого от себя лично поздравить вас всех с открытием этого турнира, который пройдет впервые в Наринмаре на корте, который, как уже сказал Сан Витальевич, соответствует всем высоким требованиям и нормам. И хотелось бы отметить, что решение, принятое когда-то по строительству этого корта совместно с администрацией и компанией «Лукойл» было совершенно верным. Соревнования будут проходить на новом спортивном объекте, единственном на территории округа теннисном корте. Его возможности высоко оценил глава региона Александр Цибульский. Я много лет увлекаюсь теннисом, начал заниматься еще с шести лет, играл в ЦСКА. И вот я со всей ответственностью заявляю, что тот корт, который нам построили, он отвечает всем самым высоким международным стандартам. Это настоящее покрытие, называется «Хард», на нем играется «Юрис Оупен», на нем играется Кубок Кремля. И это действительно то место, где можно получить самые качественные спортивные знания и тренировки. Я очень рад, что сегодня мы открываем турнир. У нас, оказывается, есть даже именитые теннисисты в округе. И мы очень надеемся о том, что они не только будут представлять и прославлять наш регион, но и потом будут тренировать наших детей. Появление теннисного корта стало поистине долгожданным для спортсменов Ненецкого округа, которые в силу обстоятельств вынуждены тренироваться в неприспособленных для тенниса залах. Мы до этого играли в небольших залах, которые не подходили по требованиям, по требованиям безопасности, правилам игры. Понимаете, здесь высоко, светло, есть забеги, то есть место, где можно играть. Здесь классное покрытие. То есть я думаю, что вот эта вся среда, она сформирует, так сказать, теннисную культуру. Придет больше народ заниматься, и взрослых, и детей. Я думаю, что он не должен простаивать. Не должен простаивать и не будет. В этом убежден директор Дворца спорта НОРД Игорь Соколов. Сейчас в учреждении решается вопрос по формированию групп. Одна учебная группа – это как минимум 12 человек. Для того, чтобы открыть отделение по виду спорта, нужно 6 групп. Ну 6 групп, ну так, 70-100 человек. Это, причем, это дети там одного возраста. Теннисная специализация ранее. 4 лет, 5 лет. Мы, наверное, будем с 5 лет. Нужно набрать группу одного возраста. После этого нам, я думаю, что в конце, мы поймем, когда это потребность, предварительный набор. Потом будет нанесено изменение в классе. Штатно мы начнем работать с детьми с нового учебного года в любом случае. В рамках турнира в конце февраля-марте на корт смогут выйти все любители большого тенниса. Сетка состязаний сформируется окончательно в течение недели, в зависимости от количества участников. После завершения турнира теннисный корт будет открыт для жителей по абонементу. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Возможности использования телемедицины с максимальной пользой для жителей сельских поселений. Проблемы во взаимоотношениях между оленеводами и СПК. Обеспечение жителей региона качественной интернет-связью и телефоней. Эти вопросы обсуждались сегодня на оперативном совещании при главе региона. Подробности в материале выпуска. В регионе продолжаются работы по улучшению качества интернет-связи и телефонии. Об этом на оперативном совещании при главе региона сообщил первый заместитель губернатора Ниницкого округа Юрий Мурадов. По его словам, в настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию наземного канала связи для поселка Харута. Работы планируют завершить во втором квартале текущего года. Значит, запущены работы по монтажу матчей связи в ОМИ и, скорее всего, к маю заработает новое, соответственно, качество интернет-связи. И, пожалуй, наверное, главное, о чем, что рассказать в этой сфере, о том, что МТС запустила работы по монтажу базовой станции сотовой связи на Льминосе. Мы давно считали в поселке. И планируется, что в конце февраля, в начале марта эта базовая станция будет запущена. Александр Цибульский отметил, что проблемы со связью возникают практически в каждом населенном пункте. Эту ситуацию он поручил своему заместителю взять под личный контроль. Заместитель губернатора Ольга Старости надоложила о состоянии дел в сфере оленеводства. По ее словам, сейчас на контроле находится вопрос по выплатам заработной платы оленеводам. Проблемы есть в ряде хозяйств. Все связано у нас с финансированной частью оплаты. Тут у нас по графику идут. Хозяйство получает у нас оплату с мясопродукта за сдавную продукцию. Ну и, соответственно, в субсидианном уровне в мере поступления будут рассчитываться за должность по заработной плате. Глава региона поручил детально разобраться в этой ситуации. У меня есть устойчивое ощущение, что у нас есть проблема зачастую в взаимоотношениях СПК с оленеводом. Тот уровень зарплат, который они обозначают, который плачет в ФЛК, не удерживает никакой критики. Я прошу вас вместе с коллегами, которые отвечают за заработную плату для сельского хозяйства, за оленеводство, вместе эту работу провести и посмотреть, что у нас происходит вообще у оленеводов и СПК, от формы от хозяйственного права. Мне кажется, там очень большие проблемы. Вопрос с лекарственным обеспечением жителей отдаленных поселений. Глава региона Александр Цибульский адресовал руководителю окружного профильного департамента. Вы были свидетели, по итогам наших посещений, наших сел, везде встал вопрос по обеспечению лекарственного аппарата. В некоторых из них говорили, что лекарственные аппараты доблестно завозили перед нашим с вами туда приездом, а до этого с этим были серьезные проблемы. Мне кажется, эта система крайне неверна. Если для того, чтобы вся номенклатура лекарственных средств появилась в сельских аптеках, обязательно туда должен присесть губернатор лекарственного департамента, отвечающего за это. Поэтому важнее под личный контроль, чтобы у нас во всех населенных пунктах была ритмичная, своевременная доставка лекарственных средств. Александр Цибульский также отметил необходимость максимального использования телемедицины. Это касается выдачи направлений на лечение жителям отдаленных сел. Также глава региона в очередной раз затронул вопрос с открытием ночной аптеки в окружной столице. Сергей Свиридов заверил, что в настоящее время режим работы аптеки продлили до 10 часов вечера. Все расчеты по затратам на круглосуточный аптечный киоск будут представлены позднее. Ирина Нежалова, Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Проверили свои знания по ненецкому языку. В регионе стартовал региональный этап Олимпиады школьников по родному языку. Ребята из окружных сел проходят испытания дистанционно. Городские – на базе Центра развития образования. В Наримаре прошел региональный этап Олимпиады школьников по родному ненецкому языку. Его участниками стали ребята, которые одержали победу в школьном и муниципальном этапах. Это учащиеся с 4 по 11 классы школ Бугрино, Усть-Кары, Неси, Красного, Индиги, Омы, Нельминоноса и Ненецкой школы имени Пырерки. Олимпиада проходит в регионе шестой год. Главная цель – выявление развития творческих и интеллектуальных способностей у детей, повышение интереса к ненецкому языку и престижа статуса учителей родного языка. Сельские школьники написали Олимпиаду в дистанционном режиме, а городские – на базе Ненецкого регионального центра развития образования. Всего в первых двух этапах свои знания проверили более 200 человек, имеющих соответствующую подготовку. Они изучают ненецкий в школах как предмет учебной программы, либо факультативно. В заключительный этап вышел 31 ученик. Участникам будут даны на заключительном этапе задания по письменной речи. У нас муниципальный, территориальный этап всегда отводится на устную речь. В данном заключительном этапе письменная речь – это различные задания, начиная от тестовых, творческие задания, по лексике, по грамматике. По связной речи, по синтаксису, все, что касается программного материала. Мероприятие проводится по номинациям в соответствии с тремя возрастными категориями – 4 класс, 5-7 классы и 8-11 классы. Победители последней группы по итогам заключительного будут делегированы от Ненецкого округа для участия в региональном этапе межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам в город Салихард. Олимпиада по ненецкому языку входит в перечень мероприятий в рамках проведения Международного дня родного языка в Ненецком округе, который отмечается 21 февраля. Итоги будут подведены в марте. Спорту все возрасты покорны. В Наринмаре подвели итоги окружных соревнований среди людей пожилого возраста, посвященных Дню защитника Отечества. Турнир традиционный. Организаторы признаются, с каждым годом он становится все популярнее. Чтобы поучаствовать в спорту киаде, в столицу региона приехали команды из Тельвиски и Андиго. Ежегодная спорту киада для людей пожилого возраста скорее праздник, чем соревнования. Ведь за результатом здесь особо не гонятся. Участники говорят, в первую очередь это общение и здоровый образ жизни. В Ледовом дворце труд сегодня собрались как уже опытные спортсмены, так и новички. Первый раз нахожусь в труде на спорту киаде, посвященном Дню защитника Отечества. Я записался на стрельбу, дартс и теннис. В программе соревнований и другие дисциплины, например, такие, как шашки и шахматы. Что касается участников, то всего на спорту киаду заявилось порядка 70 человек. По словам организаторов, это больше, чем в прошлом году. Для Нины Абакшиной турнир далеко не первый. Женщина уверена, популярность спортивного праздника будет только расти. Вообще-то популярность видна, потому что раз народ ходит, значит, народу... Общение в первую очередь. Ведь люди собираются, вот даже с деревень к нам приезжают. С Красного только не смогли приехать, потому что там дорога плохая. А так вот с Теллицки приехали, это уже много, значит. Я думаю, что чем дальше, тем народу будет больше и больше. В каких именно видах соревнований принимать участие выбирают сами спортсмены. Например, жители Теллицки решили побороться во всех представленных на спорту киаде дисциплинах. В Наринмар сельчане приехали целой командой. Самому возрастному участнику 76 лет. Участвую в дартсе только, в кидании дротиков. А команда у нас и во всех видах остальных участвует. И в стрельбе, и в теннисе, и в шашке шахматы. У нас пять человек приехало. Супруги Вылка Михаила Захаровича, Анна Михайловна, Фаина Васильевна Гмырина, Наталья Михайловна, Ануфриева. Ветеранская организация в общем-то в округе у нас объединяет 6,5 тысяч членов ветеранской организации. 72 ветеранских организации в округе, 45 организаций в городе и остальная организация – это сельская местность. Победителей и призеров организаторы соревнований наградили ценными призами. Это грамоты и подарочные сертификаты. Следующая спартакиада для людей высокого возраста состоится в мае, в преддверии Дня Победы. Людмила Сидейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И на этом пока все. Новости Вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.